Вот это тоже второй отряд. На этих фотографиях Стелле Штань 14 лет. Сегодня она вспоминает свои студенческие годы. Штань, как и многие видные политики, управленца и бизнесмена Алтая родом из Комсомола. Стелла Ивановна говорит, самые яркие страницы жизни связаны с коммунистическим движением. Верные друзья – начало карьеры. Я, к сожалению, сама заставляла на газету «Комсомольская жизнь» подписываться, когда была секретарем юридического факультета. Исключение с Комсомола могло порушить судьбу. К сожалению, да, это было такое. Но могли даже выгнать, например, за то, что читал Солженицына или слушал «Машину времени» в тот период. И такое могло быть. Пусть знают потомки, чем жили мы, о чем мечтали. На этих кадрах 1968 года в Барнауле закладывают письмо к комсомольцам 2018 года. Капсула с посланием в виде космической ракеты. Внутри – боевой комсомольский привет, заветы беречь достижения революции, помнить подвиг целинников. В этом зале на собрании в честь столетий в ЛКСМ сидят люди, которые помнят тот дождливый день 1968 года. Среди них есть и те, кто писал это послание. И все полагали, что если мы развиваемся такими темпами, а что же будет через 50 лет? И очень такие примечательные слова, которые сегодня как заноса в сердце. Мы там писали, мы завидуем вам, кто будет жить в 2018 году. Память, воспоминания о великой стране, о том, о чем мы мечтали. Действительно мечтали о космосе. Кто-то хотел стать инженером, кто-то врачом. Этой осенью, спустя полвека, капсулы извлекли. Сейчас письмо находится в Алтайском краеведческом музее. На днях там открылась выставка «Комсомольцы. Беспокойные сердца», которая будет работать до конца года. Под витриной билеты и значки первых членов ЛКСМ. Комсомольские выпилы и знамена, плакаты, фотографии, всего около ста экспонатов. Выставка позволяет посетителям познакомиться с историей, с основными направлениями деятельности комсомольской организации. Представлены как фотографии, членские билеты, значки, медали. Сегодня ЛКСМ все еще жив, считают бывшие комсомольцы. Возрождаются стройотряды, десанты, волонтерские движения. Но повторить ту эпоху и тот настрой молодежи не получится, наверное, уже никогда. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.